Болтком. Каждую среду в полдень на радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой, вот это за кулис, то, что там происходит, боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас. С вами я, Елена Привалова, и у нас в гостях сегодня органист, солист Челябинской филармонии Владимир Ханяков. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, расскажите, вот в Риге наконец-то вновь проводятся концерты. К сожалению, не для всех требуются QR-коды. Как обстоят дела в Челябинске? Все могут ходить на концерты? Какая концертная жизнь в этом городе? На сегодняшний день это 70% наполнеемости и QR-код. А, то есть тоже с QR-кодами можно? Да, к сожалению. Ну что ж, делать, тем не менее, концертная жизнь продолжается. В нашей заставке как раз мои друзья Александр Хузовов и Игорь Иприкян были в прямом эфире радио, и как раз мы тогда смеялись, что это невозможно, чтобы не было ни одного концерта в день. И, тем не менее, у нас уже были такие периоды, когда можно было слушать классическую музыку только онлайн. Скажите, как вы провели вот эти два периода? Или в Челябинске был один период пандемии, когда практически все лишились работы, все музыканты? Да, с марта, точнее с 18 марта по конец августа, даже по началу сентября 2020 года, мы не работали, то есть совсем ничего не было. Но с сентября решились начать работу, и, в принципе, до сегодняшнего дня пауза не было. Да, скажите, как вы проводили время? Был ли у вас доступ к инструменту, который установлен в филармонии, или приходилось заниматься дома? Нет, к счастью, меня не ограничивали доступ к инструменту, так что можно было заниматься в филармонии. Прекрасно. Часто бывает такое, что один организм закреплен как бы за инструментом, и, как говорят, органная мафия, когда к другим очень сложно. Про Челябинск такое не скажешь. А как вы, в принципе, относитесь к такому понятию? Насколько это… Почему такое происходит? Почему такая ревность у органистов, когда они как бы вот держат за свой инструмент и никого не допускают близко? Я могу только предположить, я точно не могу сказать, но, скорее всего, чем ниже квалифитация органиста, который работает на данном инструменте, тем у него меньше желания видеть там кого-то другого. Наверное, только этим можно объяснить. Возможно. Ну, то есть, Бозинь, конкуренция, Бозинь, что кто-то скажет, а ой, смотри, как он классно играл, и ты как круто играешь. Наверное, так. Расскажите, реческая аудитория, о вашем органе, который установлен в Челябинск, сколько ему лет, и сколько мануалов, насколько большой инструмент? Я только сначала скажу, что у нас в филармонии два солиста-органиста, еще и с Ларисой Кимшиной, ученицей Галины Ивановны Козловой. И я еще исполняю обязанность органомастера. Я ухаживаю за инструментом, и в этом смысле, может быть, доступ к нему еще менее ограничен для меня. Так, вопрос. Про Челябинске, ага, да. Об инструменте, да. Хорошо. Фирма Герман Уэйле из города Баутсон, это 60 километров на восток от Дрездена, старинный городок, очень живописным историческим центром, он вот так вот находится на холме, а вокруг Рамнина. То есть до Эрцгибирки, до гор там достаточно приличные. И когда подъезжаешь к городу, уже издалека его видно, потому что этот холм и вот эти вот башни с кафедрального собора, еще там центральной церкви, да, они так возвышаются над городом, и очень такой вид интересный. Фирма основана в 1872 году, а кстати про этот кафедральный собор, который возвышается, один из немногих, к чему его особенность, это один из немногих кафедральных соборов, где соединены протестанты и католики в этом здании. А, как интересно, то есть они вместе слились. Да, да, посередине собора идет такой заборчик небольшой, раньше он был высокий, сейчас он совсем символический. Два алтаря, два органа. Даже так? Да, да, и они делят время по очереди. Органист? Органист один или тоже два? Нет, 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 разные органисты. Два разных органиста. И там находится один из самых таких значительных инструментов. Ойли, по-моему, девятого года, пневматическая трактура, регистров на 90. Ух ты, какой большой, да. А вот и такой вопрос. В Калининграде установлены тоже два органа, и часто органисты играют на двух инструментах, концерты для двух органов. А вот в этой церкви в Дрездо не играют концерты для двух органов? Играют, да, были такие концерты, где именно музыка для двух органов. Второй орган поменьше, и он находится как сбоку, а этот на балконе. К какой конфессии принадлежит большой орган, какой поменьше? Лютеранский, Лютеранский. Лютеранский побольше, да? Да, ну вот. Если продолжать разговор об этом. Да, по Челябинской. Да, фирма на сегодняшний день достаточно уважаемая вообще в мире. У них много хороших заказов. А что касается России или Советского Союза, то их знакомство с Советским Союзом началось в Среди. Да. Вот. В 1962 году они закончили восстановление, это нельзя назвать реставрацией, это было восстановление большого органа Домского собора. После чего началось вот это вот сумасшествие, открылся когда Домский концертный зал, и на сегодняшний день все старшие поколения нашей страны сравнивают каждый орган с Домским, потому что все побывали там. Когда они по туристическим путевкам или сами приезжали в Ригу, то пунктом номер один это было посещение Домского собора. Домского собора, да. Поэтому все знают, как он звучит, и все сравнивают. Это очень забавно. Начинаешь им объяснять, что все органы разные. Ну вот. И я немножко остановлюсь на вашем инструменте, на валькере. Просто так получилось, что в 1986 году я проходил там стажировку как органный мастер, то есть в органную сторону. Именно, органе Домского собора, с органом Домского собора. Да, я познакомился в 1986 году, и меня обучал главный мастер Домского собора, и там была бригада, пять человек. И у них было четверо ребят молодых, ну относительно молодых, причем они выросли все в одном дворе. Вот, это друзья с детства. И у них был шеф, это Гуннер Далмнис, Гуннер Робертович. Так вот, Гуннер начал свою работу как органного мастера именно с этого момента, когда Олли приехали восстанавливать этот большой инструмент. Он у них был, его пригласили, он работал на фортепианной фабрике, и как из таких наиболее продвинутых настройщиков, его предложили, вот не хочешь органным мастером поучиться, вот у нас тут сейчас работа большая. И он учился именно этому делу по Олли. Поэтому, когда он узнал, что я хочу пройти у него стажировку именно для работы на органе Олли, он меня принял как сына родного. То есть у него не ослабевали связи с этой фирмой, он прекрасно знал немецкий язык, вот, и переписывался. Да, у него интересная деталь, во время концертов он обычно все дежурил, хотя было очень много концертов, за тот месяц, что я там был, это был июль, 86-го, там было порядка 25 концертов, на всех концертах он дежурил, то есть практически каждый день. И во время концерта он сидел недалеко от органиста, с правой стороны, за столом, и делал две вещи. Первая вещь, это он хронометрировал, отмечал с секундомером на программке длительность звучания каждого произведения, потом эту программку вручал органисту после этого. Очень милая такая. А второе занятие он еще параллельно разгадывал на немецкий кроссворк. То есть он постоянно занимался языком. Ну вот, это был очень для меня важный этап жизни, потому что после общения с ним у меня отпали все сомнения. Просто до этого у меня была немножко такая неясность, что ли, в отношении моей будущей жизни, то есть то ли мне использовать свой диплом органиста, то ли органиста. Но я понял, что это очень интересное дело, и он меня смог, наверное, не сильно сопротивлялся, смог увлечь профессию органного мастера. И я понял, что этого хватит на всю жизнь, насколько это интересно. И, кстати, ведь именно вы тогда уже знали о том, что в Челябинске собираются ставить орган. Правильно, да. Уже у меня был разговор с директором филармонии, и они как бы прислали детайственное письмо, чтобы я прошел там с оживлением. А потом мне издали там большую справку, что я всему-всему научился с перечислением. Вот, эту справку я послал в Челябинск, и так пришел. И фактически вы орган, на котором вы работаете, фактически при вас рождался. То есть вы все видели от начала до конца. Принимали ли вы участие в строительстве органа? Ну, по мере, что может не очень квалифицированный человек, да еще и с плохим знанием немецкого языка в этой ситуации. Я мешался под ногами усиленно. То есть ни одна операция без моего внимания не прошла. А приехал, да, я вызван за две недели от приезда монтирорщиков первой бригады, которые собирали корпус. И начиная с распаковки ящиков, которые уже стояли по педиметру залу, я начал знакомиться с этим настроем. И этот орган, да, то есть стоял сначала, был установлен в бывшей православной церкви на Аллом Поле. И много же, насколько я правильно понимаю, жители города активно участвовали финансово в восстановлении собора и в строительстве органа. Или все-таки это была большая субсидия государства? Я думаю, что это все-таки были не пожертвования, тогда это было не принято. Это были бюджетные деньги. И вот, да, с этим залом, для которого строился документ, там тоже такая интересная история. Это церковь, которую осветили прямо перед революцией, а вскоре после революции ее закрыли. И там было, ну, лет 10 она была как культовое здание. Потом было много там всего, и фонды картинной галереи, и станции юнитехник для сапионеров, и планетарии, и все такое. Вот. Но в начало 80-х годов, конкретно к 82-му году, оно очень обветшало и в аварийном состоянии было здание. Оно стоит в самом центре города, посредине небольшого Токурскера. Очень симпатичное место. И так бы и рушить ее было жалко. Вот. И когда приехал один из мастеров спойли, да, ему начали показывать здания разные, он все забараковал, ну, здание филармонии, здание музыкального училища, там еще какие-то, да. И проезжали мимо этой церкви, он говорит, а здесь что? Он говорит, здесь у нас планетарий. Вот. Вот если бы вот здесь поставить орган, было бы здорово. То есть это был выбор немцев. И они сами выбрали это место. И потом дальнейшая достаточно серьезная работа по восстановлению этого здания. Снаружи его восстанавливали как оригинальное, а внутри алтарную часть переделали именно под орган. И все материалы, которые использовали для пола, для стен, для стулья, все это делалось с учетом пожеланий органностроителей. То есть редкий случай, когда идет, ну, в данном случае, фактически строительство органного зала в тесной связке с органностроителями. Как и должно быть фактически. Как и должно быть. То есть орган так и должен звучать. Да, очень редко бывает, к сожалению. Но, кстати, я хотела нашим слушателям рассказать, немного из своей истории, что Челябинск, это был городом, куда я поехала в 15-летнем возрасте на конкурс пианистов, который проводился, я не помню, в училище или в институте. И первое мое знакомство с органом состоялось именно в этом храме на Аллом Поле. И тогда играл наш сегодняшний гость, солист Челябинской филармонии Владимир Хомяков. Тогда, я помню, была как раз, кажется, Месса Баха. То есть я удивилась, как орган. Я не помню, то ли Месса Баха, то ли это был реквием Моцарта. Какой-то год был. Ой, это было уже, получается, сколько? Почти 20 лет назад. А если это конец 90-х, то Месса могла быть, да. Вот. И это действительно было потрясающе, когда один инструмент, кажется, что должен быть симфонический оркестр, и один орган полностью исполняет все эти функции, звучит. Незладимое было впечатление, но я тогда еще, конечно, не знала, что я буду органистом. Но, тем не менее, вот это впечатление от органа Челябинской филармонии было очень-очень сильным. И затем, когда я работала в Министерстве культуры, тоже пришлось столкнуться с историей Челябинского зала, потому что как раз органы стали переносить в концертный зал Ойля. Вот расскажите, ой, Родина, расскажите, вот уже какая жизнь началась, инструменты, и полный удалось ли сохранить инструмент, потому что часто говорят, что эти переносы, они негативно сказываются на инструменте. Да, если орган переносится из одного, допустим, из одной церкви в другую церковь, то достаточно подобрать аналогичную по архитектуре и по объему здания, да, а тип акустики не меняется. А здесь немножко сложнее было, точнее, намного сложнее было. Из одного типа акустики церковной, да, переносят в зальную акустику. И, естественно, какие-то качества инструмент потерял в плане... В плане сераунда. То есть, когда сидишь в втором зале, в прежнем зале... Да, кстати, результат был очень классный. То есть, они попали в точку с расчетом мензур, со всем на свете. Это когда в храме на алом поле? Да, 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 когда он был готов, это просто было удивительно. И тренировщики моего мастера... У нас были два классных тренировщика. Это Ульяр Шварценберг и Вернер Поль. Ульяр был немножко помладше, а Вернер был уже такой матерый. Вот орган Троста в Альтенберге, это его работа. Когда его у Ольи реставрировали, он интонировал этот инструмент. Ну вот. Так вот, когда там слушал инструмент, если это был не громкий какой-то звук, допустим, флейт звучат, да, или там он прицепал основные регистры, то часто даже можно было теряешь уверенность, откуда идет звук. То есть он шел со всех... То есть тебя обволакивает, ты находишься внутри, внутри звук. Это очень сильное такое качество акустики, которого в новом зале, к сожалению, нет. Но, то есть там идет фронтальный звук, как в любом концертном зале. Но был сделан, воплощен в жизни акустический проект. Делали его люди из Москвы. Это Павел Кравчун и Ланнея Михаил. Это кафедра акустики университета. И проект этот позволил создать реаберацию. То есть в зале есть 2,5 секунды реаберации, причем она практически не меняется, никуда не исчезает, когда зал полностью наполняется. Это прекрасно. А, кстати, какая была реаберация до этого, чтобы слушатели могли понять? В Домском соборе это 11 секунд. Вот в храме на Алом Поле, вы помните сколько? 11? Я всегда считаю, что... 11. Нет, 11. Мы когда делали записи... 11? 11 это в Шпайре, в соборе. Вот где совсем уже невозможно ничего слушать. А у вас меньше. Ну ладно. Меньше? Но это вот как раз, когда полностью затихает звук. Это звукорежиссера, которым мы писали, такат и баха, он сказал, что вот когда полностью начинает тишина, это вот 11 секунд проходит. Ну хорошо. Поверя, поверя звукорежиссеру. Не буду спорить. Вот. Но появились качества, которые в какой-то мере, значит, вот это волшебство все равно заменяет. Допустим, в родине, в этом бывшем кинотеатре, которые полностью перестроили, поднимали крышу и все такое-то, очень неплохо звучит, сливаются инструменты. Допустим, такие... Ансамбли, да? Такие разнородные, как орган и рояль. Угу. Есть же много хорошей музыки, да, там, колокольчиком. Да. Ну и получается, что интонированный орган тоже вместе с роялем, то есть у них один тон. Нет-нет, просто акустик... И мы сейчас в данном случае про акустику говорим. В старом зале вот они никак не сливались. Вот они как-то отдельно звучали. В этом зале это получается здорово. Ударные инструменты не так заводят зал. Угу. Да? В большой акустике, если там... Использовать ударную установку, да, то часто там уже органы, это не слышно, там просто... Угу. Здесь это возможно, если не заупотреблять тарелками. Вот. И... Ну, плюс того, он стоит выше, он дальше от первого ряда и так далее. Появилась сцена, на которую можно посадить камерный оркестр и хор поставить. В старом зале это было проблематично. То есть какие-то, безусловно, плюсы... Плюсы тоже появились, да. Да, появились плюсы. Вот. И было грамотно сделано, этой же фирмой Оэби, перенос. И Яхамес Адвер с своим помощником интонировал заново весь инструмент. Уже в новых условиях. И, в принципе, результат, может быть, не на 100%, но на 90%. Могу сказать, что они стали... Ну, вы довольны. Вы довольны. Да? Я довольны. Нет. Нет, все-таки. Первые годы мне было тяжело. Мне было тяжело. Я скучал по старой акустике и все такое. Понимаете, я вам, по-моему, уже рассказывал. В старом зале я на одной флют-дуче, четверка, на шельверке, да, мог играть Анданта Моцарта. И потом мне под люди подходили, 10 минут, и люди подходили после концерта и говорили, что это был самый впечатляющий номер в программе. В этом зале я попробовал, ага, не получается. Она уже, вот это волшебство, ну, вот, это меня, конечно, меня это немножко огорчало. Но с этого года прошли, я немножко позже начал подзабывать старое звучание, и меня это устраивает. Кстати, дорогие друзья, у нас в гостях солист Челябинской филармонии, органист Владимир Хомяков. И в этом году у нас с ним состоялась такая личная даже встреча на вручении премии «Организм года», которую организовала Евгения Кривецкая, Александр Соловьев. И Владимиру Хомякову как раз вручили премию за вклад в развитие, за профессиональный, как правильно звучит ваша премия, напомните, пожалуйста, Владимир, за вклад в профессию. Да, и вот помимо того, что вот сейчас Владимир вам подробно рассказывает об органе в Челябинске, то, что он концертирующий органист, органный мастер, помимо этого он еще и блестящий импровизатор. И как раз на этом концерте, я публикую ссылку, он исполняет свою импровизацию. Это был один из самых ярких номеров этого концерта, действительно очень интересно. Искусство импровизации сейчас не все органисты владеют. Вот я лично исключительно интерпретатор, я играю только чужую музыку. А Владимир, помимо того, что блестяще исполняет и произведение Баха, и Мендельсона, да кого угодно, и много ансамблей, помимо этого он импровизирует. И, кстати, вот именно та импровизация, которая звучала на нашем концерте, где вручались премии органист года, Владимир играл ту импровизацию, кажется, с которой вы победили на каком-то конкурсе, правильно я помню? Да, да. Да, жюри потом мне призналось, что если... Да. Что это был за конкурс? Это не 100% импровизация, надо уточнить, да, это 50 на 50. То есть там есть заранее придуманная структура, да, в рамках которой уже все развивается. Конкурс назывался Jazz and Church Organ, то есть Jazz и церковный орган, который проходил в 2001 году в августе, в Ганновере, в Марткирхе, центральная церковь на органе Бекера 4-х мануально-механическом. Да, прекрасный орган, да, потрясающий. Да, сейчас его уже нет, сейчас там Горь, швейцарский у нас. И поменяли, и поменяли, да. Поменяли, да. Смит добился своего организма. Правда, вот этот проспект, который необычный, и он, посчитали его архитектурной, так сказать, сопримечательностью, его запретили менять. И Горью пришлось в старом проспекте засовывать туда новую институт. Но он такой же механический, вот, то есть первоклассный, да. Расскажите о вашем вот этом искусстве импровизации, насколько это ваше, как часто вы любите импровизировать, в каждом ли это концерте? Нет, конечно, нет, не в каждом концерте, и более того, я не импровизирую на заднюю тему. То есть это свободная импровизация. То есть это немножко такое самодеятельность. Я, с одной стороны, как бы с уважением отношусь, допустим, к французским органистам, которые прошли свою традиционную школу импровизации, владеют разными стилями, могут там чего угодно, симфонию сыграть в пяти частях, вот, романтическую. Но за всем этим немножко такая, это как выпускники Беркли, джазовые музыканты, они очень как-то похожи друг на друга. Там на первый план выходит не музыканское начало, а ремесленное начало. То есть вот этот ремеслый, с помощью которого все это комбинируется. А вот, допустим, Олег Григорьевич Янченко, да, покойный, да, у него не было этой школы. Он был композитором, и вот у него это было гораздо интереснее. Ну, серьезно, я могу сравнить с Латрией. Мне интереснее было Янченко послушать, потому что там был драйв, там было... Вот чувствовалось, что вот это все рождается вот сейчас. И куда оно пойдет в следующий момент было... А у Латрии было понятно. Ага, сейчас вот эта часть, потом пойдет эта часть, и вот такой будет финал. То есть, может быть, такая предсказуемость, которая, может быть, для непрофессионального музыканта разницы нет. Не очевидно, да. Не очевидно, да. А для профессионала она... Вот этот нерв... Да, ну, то, что я пытаюсь делать, время от времени, отвлекаясь, так сказать, от основной работы интерпретаторской, да, оно еще носит немножко такой оттенок фриз-джаза. Фриз-джазы или новые традиционные музыки по-разному там. То есть, это не традиционный джаз, хотя иногда и хочется и блюз поиграть. Вот. Вот этот вопрос, какой джаз играть на органе, сейчас же очень много людей играет на органе. И вы в сайте играете. В 2001 году, когда я поехал на конкурс, у нас в России, по-моему, никто этого не делал. То есть, я могу назвать себя первого проходства. На данный момент я уже... Вот у меня сейчас был последний фестиваль, под номером 8 в сентябре, джаз на большом органе в Челябинске. И случилась такая ситуация с пандемией. Не хотелось отказываться от фестиваля. И, вы знаете, удалось провести с силами российских музыкантов, в смысле органистов. А кто еще играет у нас в джаз в России? Ну, вот наиболее профессионально, что ли, я бы назвал Золотовского. Он практически профессиональный джазовый музыкант, одновременно он преподает в консерватории игру на органе, наверное, импровизацию тоже. Вот. Потом... Нестеренко Володя. Он уже, наверное, лет 6-7, может быть, даже больше, время от времени играет на концерты на большом органе, но вообще-то он шикарно владеет хамонда. То есть хамонда, джазового инструмента. У них мало общего с духовым. И более даже могу сказать, что когда начинают играть на духовом органе... Вот почему проиграли мои, так сказать, конкуренты на этом конкурсе? Потому что большая часть из них подражала игре, стилю игры на органе хамонда. А этот инструмент духовой, он... И он такой, там, рамки ограничены такие. Он может гораздо больше. Поэтому ему больше всего подходит фриз-джаз. И недаром еще в 60-е годы первые в мире фриз-джаз на органе начали играть немцы. И недаром, поэтому первый в мире конкурс джаз и церковной... Тьфу. Джаз. Джазовые, да. И церковный орган, джаз на черчу-роган, именно в Германии. Потому что еще в 60-е годы они начали это делать. Ну, потом там был еще... В жюри сидела Барбара Денреляйн. Это на сегодняшний день, пожалуй, самая мастеровитая, что ли, джазовая органистка, которая играет на больших органах. У нас уже несколько дисков записанных на таких шикарных больших инструментах. У меня получается это очень здорово. Есть ли у вас записи в Ютубе, где можно послушать ваши джазовые импровизации или композиции? Я не... Как правило, эти записи не очень качественные. Поэтому я их не... Там что-то есть. Есть совместные... Вот этой юриской импровизации есть нескольких вариантов. Это вообще старая очень песня. Она еще придумана в начале... В конце 80-х, 89-м году, могу точно сказать. И с тех пор ничего, так сказать, более интересного я не привыкну, к сожалению. Так бывает. Но еще... Еще время. Владимир, фактически, вы видите, как развивается органное искусство, то есть стояли у истоков создания инструмента. Как вы оцениваете, в каком направлении сейчас двигается органное искусство в России? Есть ли действительно этот органный бум, что появилось много инструментов, появляются различные премии? Вот как вы оцениваете? Я только могу это приветствовать. Вот даже то, что большая часть их инструментов электронных, да, ничего страшного, лучше электронный инструмент в плохой акустике, чем духовый инструмент в плохой акустике, понимаете? То есть он произойдет большее впечатление. Ну даже, в принципе, хорошо наличие электронного инструмента, если нет вообще инструмента. Да, да. Если нету зала с настоящей органной акустикой, то в случае там пускай будет электронное стоять. Потому что ставить большой инструмент в плохую акустику, в смысле не то, что плохую, не в органную, без ревиберации, без какого-то объема, это все равно, слушать баян большой, понимаете? А залов таких, куда можно было поставить инструмент, с провинцией не так много. А насчет тенденции, есть там перекосы, но я надеюсь, что это со временем пройдет. А какие перекосы? Что вы имеете в виду? Перекосы, репертуарный перекос в сторону... Да, упрощение. Да, я вообще не понимаю. Музыка кино и прочего, да. Музыка из кинофильмов, из саундтреков и тому подобное, немножко как-то, но обидно за инструмент. Да. Вообще-то и баховский инструмент, еще лучше баха, когда никто не смотрел, надо обязательно приучать людей. И они хорошо... Почему-то музыка барокко и, в частности, баха, она как-то отвечает нам сегодняшнее. Что-то в них есть такое вот, что соответствует современному восприятию музыки. Она кажется современной, она кажется именно актуальной сегодня. Да, она очень радует, да. Потому что здорово, у нас есть бах, и, в принципе, по большому счету, этого достаточно. Но всякие эти эксперименты, ради бога, но лишь бы это не начинало бы быть основным. Полностью уводить нас от баха, буксты худо, Мендельсона. Классика. Классика нужна, да. Да, а как вот ваши эксперименты, когда вы начинали джаз, ведь наверняка тоже воспринимали так же, как сейчас, эксперименты с музыкой кинофильмов и саундтреками? Нет? Вот это... Ну, то, что я пытаюсь сделать, то, что я, так сказать, одобряю, да, оно ближе... Именно к баху? Даже нет. До баха нам далеко. Нет. Это что-то вне жанра, да, но просто какой-то есть дух джаза. Это может быть подчеркнутая ритмичность. Принцип классической музыки кто-то же помнит. Вот. И используя именно возможности инструмента богатые возможности, а не ограничиваясь просто мелодией приятной и знакомой. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня органист, солист Челябинской филармонии Владимир Хменьков, который стоял у истоков рождения инструментов челябинских, затем его перен... в храме на Аломполе, затем очень много мы делали для того, чтобы пытаться сохранить этот инструмент именно в храме, но, тем не менее, был перенос в бывший кинотеатр Родины. Сейчас у органа свой концертный зал, кинотеатр Родины, и те проводятся большие фестивали, большие концерты. Владимир много концертирует по всей России. И самое, конечно, в начале передачи особенно трепетно для рижан, то, что его мастерство как органного мастера начиналось именно в Рижском соборе. Я бы назвал это причастием. Причастие и школа, да? Школа, что это именно основы... Основы, на которые потом можно было строить все остальное. Действительно, на нашем великолепном органе, который установлен в Домском соборе. Это большая радость. Такая ниточка, которая всегда связывает. Нет, это у меня... У меня... В моем мастерство есть портрет Долмениса с его подписью. Так что, ребята, я с вами. Мы будем ждать концертов Владимира здесь, потому что Владимир прекрасный исполнитель. Помимо того, что он также интерпретирует музыку, играет в всех классиках, так же и хотел очень скромно выражать, но тем не менее, так же есть и импровизации. Владимир, очень ждем вас в Риге. Будем надеяться, что концерт состоится, когда ситуация с пандемией немного уляжется, когда можно будет опять путешествовать, можно будет спокойно играть. Я думаю, что это будет очень интересно, очень значимо и для вас, и для нас, для рижской аудитории. У нас осталась буквально одна минутка. посоветуйте, что слушателям послушать после нашего эфира именно из органной музыки, помимо вашей импровизации. Вы знаете же, что органный репертуар, он гораздо больше портопианного, он огромен. немножко неожиданно, что послушать. Слушайте Баха. Хорошо. Будем слушать Баха. Слушайте Баха и хорошую современную музыку. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я думаю, что Владимир мне пришлет в личном сообщении, может быть, пару ссылок, я вам опубликую, как раз послушать, что бы он рекомендовал. Наша передача заканчивается. С вами была я, Елена Привалова, и у нас в гостях был Владимир Хомяков, органист, солист Челябинской филармонии. До встречи в следующей среде. До свидания. Спасибо. И слушайте Радио Болтков.